Монтаж мини-колонны Пару слов о комплектации колонны Комплектация состоит из корпуса самой колонны Это алюминиевый профиль Далее у нас идет основание, на которое крепится колонна И основание, которое само прикручивается к полу Далее у нас есть кожух основания Специальные заглушки для боковых прорезей внутри колонны Четыре винта крепления самой колонны к основанию И верхняя заглушка Для монтажа мне понадобится всего две отвертки Это обычная шлицевая и крестовая отвертка Начало монтажа производится с установки основания К нижней части нашей колонны Предположим, что у нас уже специально подготовлено место И из-под пола у нас выходят все необходимые кабели Для подключения, допустим, силовых розеток и коммуникационных Итак, начинаем монтаж и сборку колонны Для этого мы берем основание И при помощи идущих в комплекте винтов Мы его прикручиваем к алюминиевой колонне Продолжение следует... Вот таким вот образом Сейчас мы будем наполнять колонну элементами Предположительно, что у нас уже все кабели проведены в область самой колонны И основание у нас закреплено на лентах или на шурупах к полу Достаточно надежно Итак, мини-колонны, предназначенные для S-модулей Требуют необходимые элементы для монтажа силовых розеток и коммуникационных разъемов Специальные два артикула Первая — это так называемая монтажная коробка для S-модулей Артикул у нее SAL-150 Вот она у меня в руке И второй элемент — это специальная рамка Артикул у нее SAL-100 В данном случае это SAL-100-14 Цвета графит Которая тоже нам понадобится для монтажа Чтобы смонтировать количество модулей внутри нашей колонны Мы используем две установочные коробки SAL-100 SAL-150 Соединив их между собой Таким вот простым способом Специальные защелки Мы соединяем две монтажные коробки между собой Далее мы устанавливаем эти монтажные коробки внутри нашей колонны Происходит это следующим образом Опускаем наши монтажные коробки до состояния свободного перемещения внутри мини-колонны Далее выравниваем монтажные коробки по верхней грани нашей колонны И при помощи отвертки фиксируем наши монтажные коробки в основании колонны Вот таким вот образом у нас получаются зафиксированные достаточно надежно монтажные коробки Для дальнейшей установки в них элементов S-модулей Следующий момент Установка силовой розетки S-модуль Силовая розетка представляет из себя вот такой готовый блок С двумя силовыми розетками и индикатором напряжения В комплекте вместе с S-модулем идет вот такая специальная рамочка Итак, для установки силовой розетки в монтажную коробку Мне понадобится крестовая отвертка В комплекте уже идут винты При помощи которых мы монтируем нашу силовую розетку Внутри монтажной коробки Разумеется, монтируем розетку с уже подключенным кабелем питания Вот таким вот образом Далее, что нам потребуется Мы подготовим специальный адаптер Артикул его S-76C-14 Это адаптер, предназначенный для четырех разъемов Коммуникационных разъемов CJ545 Для того, чтобы много разъемов не защелкивать Я использую один в качестве примера Монтируется он очень просто Соответственно, мы подключаем наш кабель, витую пару К этому коннектору И простым защелкиванием монтируем его внутри адаптера Также мы делаем с остальными посадочными местами И на выходе получаем четыре коммуникационных разъема В одном S-модуле Далее мы используем рамки SAL-100 Для того, чтобы закрыть наши посадочные места Но предварительно разделив данную рамку на две части У нее существует внутренняя и внешняя часть Вот таким вот образом Сначала мы монтируем и защелкиваем внутреннюю часть Далее мы защелкиваем внешнюю рамку На только что установленной рамке Вот таким вот образом Далее берем идущую в комплекте S-модуле Специальную рамку И закрываем нашу розетку Также прямым защелкиванием Итак, розетка у нас установлена и спрятана То же самое мы делаем с нашим коммуникационным модулем Предварительно разъединяем две части рамки SAL-100 между собой При помощи отвертки Устанавливаем сначала внутреннюю рамку Далее устанавливаем внешнюю рамку И монтируем наш собранный адаптер Соответственно предварительно подключив все модули Устанавливается он также Прямым защелкиванием в уже установленную рамку Коммуникационный модуль у нас установлен Далее мы соберем Нижнюю часть А именно так называемый фартук Нашей колонны Для этого мы соединим две части Между собой Защелкнем с одной стороны И защелкнем с другой Вот таким вот образом мы получили Собранный цоколь И собранную колонну Единственное что нам останется Это установить крышку Сверху колонны Крышка Монтируется просто Прямым защелкиванием В специальных отверстиях Теперь нам останется Вставить в боковые прорези Соответствующие гибкие заглушки С одной стороны И с другой стороны В итоге мы получили Вот такой замечательный Внешний вид И функциональность Мини колонны С артикулом АЛЦ 312 От компании Симон Савельц Сверху колонны Сверху колонны Сверху колонны